Поздравляем вас боксерам Файдер Энтер Блукона из Вайсендельск, Германии. Он 31 лет, 190 сантиметров и весит 84,4 килограмм. Его профессиональный рекорд. 20 победителей по 18 к.о. 3 победителя. В синем углу боясь из города Вайсендельск, Германия. Ему 31 год. Рост 190 сантиметров, весит 84 килограмма, 400 граммов. Профессиональный рекорд. 23 боя. 20 побед. 18 из них одержаны нокаутом. Три поражения. Роман Голошенко. Файдер Энтер Блукона из Обнинск, Россия. Он 27 лет, 185 сантиметров и весит 90,7 килограмм. Его профессиональный рекорд. 8 победителей по 6 к.о. В красном углу боясь из России, город Обнинск. Ему 27 лет. Рост 185 сантиметров, весит 90 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рекорд. 8 боев. Во всех одержаны победы 6 из них нокаутом. Незнающий поражений Алексей Егоров. Итак, возраст, рост, вес. У нас бойцов на ваших экранах. Так, я бы сказал, серьезные преимущества в весе у Алексея Егорова. Больше 5 килограммов. Да, и такой, как немножечко недовесок у нас Роман Головащенко. Но выше ростом. Выше ростом на 5 сантиметров. И старше на 4 года. У Алексея Егорова был очень полезный. Очень полезный бой против такого скользкого, хитрого бойца из ЮАР Томаса Устезина. Он также прошел в Екатеринбурге. И это огромный опыт для Егорова. И прошел он тогда всю дистанцию. Мы это помним. Роман Головащенко, в общем-то, боксер с хорошим рекордом. Единственное, что да, проигрывал досрочно. Это случилось в 2018 году. Он проиграл тогда Александру Франку техническим нокаутом. За поиск чемпиона мира. Бой был за поиск чемпиона мира по версии ЮБИО. Есть и такая версия. И в марте 2019 года Головащенко победил Рудольфа Мурко. Случилось это в Германии. Ну, в общем, там соперник был по сложным спискам. Три победы, 87 поражений, две ничьих. Было бы удивительно, если бы Головащенко не выиграл. Алексей Егоров сразу, мы видим, занял центр ринга. Так, прессингует, постоянно идет вперед. Ну, а вот Головащенко время от времени пытается контратаковать. Если продолжать разговор о послужном списке Романа Головащенко. У него был бой с Кевином Лереной. В общем-то, перспективным южноафриканским боксером. И тогда всю дистанцию он прошел. Бой был в Азербайджане. 12 раундов. На кону был пояс Айбиол. И проиграл тогда по очкам Головащенко. Ну, а если так брать его оппозицию, то в основном, конечно, это джорни-мены различные. Ну, и, наверное, вот не считая Кевина Лерену, Алексей Егоров наиболее серьезный соперник в оппозиции у Головащенко. Алексей Егоров себе не изменяет. Он, в принципе, работает так же, как и работал с Устезиным. Идет вперед, идет вперед с ударами. Удары у Алексея жесткие. И многих из его оппозиции на себе их прочувствовали. И не дадут соврать, что бьет Егоров достаточно тяжело. Отдал центр ринга Головащенко Егорову. То есть Егоров так на правах хозяина. Очень уверенно, пока работает первым номером. Ну, в свою очередь, начал очень много двигаться на ногах Головащенко. Посмотрим, насколько его хватит именно вот в такой вот манере вести поединок. Потому что бой запланирован 12 раундов. Хорошая комбинация. О, хорошо сейчас справа, да, от Егорова. И тут же добавил слева. Вот, кстати, очень важное, хорошее качество для боксера серийность. Когда ты попадаешь одним ударом и тут же добавляешь еще. Не зацикливаешься только на одиночной работе. На работе одиночными ударами. Ждем второй раунд. Тем временем нам показывают раздевалку Илунга Макабу. Боец из Конго в главном событии вечера против Дмитрия Кудряшова. Второй раунд в поединке Романа Головащенко и Алексея Егорова. Первый тяжелый вес. На кону пояс WBA Gold. В белых перчатках Роман Головащенко, боец из Украины и, соответственно, в черных перчатках Алексей Егоров. Российский проспект. В концовке предыдущего раунда, первого раунда, показалось, что нащупал так свою дистанцию Алексей Егоров и стал выбрасывать уже трехударные комбинации. И они стали у него достигать цели. Вот мы видим, что Головащенко начал встречать Егорова. Перестал он так активно двигаться на ногах. Время от времени вот так пытается встать и упереться. Получится ли это у него? Да, Алексей в своей манере. У него есть пространство. У него есть время, в принципе, дает ему время подготовить атаку. Хороший апперкот. От Алексея Егорова. Вот, пожалуйста, вы говорили про ударную мощь Егорова. И вот подтверждение тому. Там прям просел так Головащенко после этого удара. Но при этом, смотрите, Егоров очень рационально боксирует. Никуда не торопится. С открытым забралом не летит. Очень сфокусирован. Понимает, я думаю, конечно же, Алексей Егоров, что времени еще предостаточно и торопиться никуда не стоит. Снова атак держит на передней руке своего соперника Егоров. Из восьми побед две победы у Егорова по очкам. Полностью он проходил дистанцию в шесть раундов и в десять раундов. Вот как раз-таки бой с Устезиным продлился все десять раундов. А бой был не так давно, в марте этого года в Екатеринбурге. Нажал в угол Егоров Головащенко. Никуда он не смещается. Пытается здесь оставить он своего соперника. Жесткая работа от Егорова. Боковые заходят в цель. Ну, хорошо по корпусу. И тут же на голову переводит Егоров. При этом не дает выйти из угла он своему сопернику, мы видим. Да, вцепился Алексей в Романа достаточно серьезно. Вроде есть у него пространство уйти, но сам пускает отсюда. Но и сам он сильно не стремится. Одиночными ударами пока встречает Головащенко Егорова. Алексея пропущенные удары не смущают. Его задача отгрузить самому как следует, вот как сейчас. Здесь было попадание. Ох, это нокдаун, тяжелый нокдаун. Был пропущен удар, но не коснулся в первый раз коленом здесь. Роман настила ринга, но второй раз был точный нокдаун. Хороший правый боковой, причем через перчатки, через защиту. Опять-таки, да, возвращаясь к ударной мощи Алексея Егорова. Хороший джеб от Егорова. Но маловато времени в раунде остается. Ждем третью трехминутку. Хороший раунд для Егорова с учетом нокдауна. Хороший раунд для Егорова Третий раунд. Во втором раунде побывал в нокдауне Роман Головащенко. Там был хороший удар справа. Посмотрим. Будет ли Егоров стремиться закончить бой досрочно? Хорошо, слева боковым он цапнул сейчас Головащенко. И еще один жесткий удар мощный. И нокдаун, второй нокдаун в этом повединке. И все, отказ. И мы видим, секунданты отказываются, да, выброшены на полотенце. Я думаю, совершенно обоснованное решение. Действительно, практически не было шансов у Романа Головащенко в этом бою. Мы это видели по тем трем, точнее, двум с небольшим раундов, которые мы посмотрели. Ну и ждем официального объявления победителя. Все нормально? Дальше. 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 Внемехать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...